Здравствуйте! Это главные новости в студии Олег Рудаков. Сегодня в выпуске. Об итогах и планах реализацию программы формирования комфортной городской среды обсудили в областной администрации. В нашем регионе и в других явка от 8 до 10 до 12 процентов. Голосование закрыто, кандидат определен. В регионе завершилась процедура праймерис Единой России. В декабре прошлого года мы завершили строительство цифровой сети. Полет в будущее. Цифровой воздушный змей взмыл в небо над орлом в рамках всероссийской акции. Связь времен и духовный подвиг. Орловчане отметили день славянской письменности и культуры. Общий объем денежных средств, которые будут направлены в 2019 году на реализацию проекта формирования комфортной городской среды на территории Орловщины, превысит 738 миллионов рублей, что на 37 процентов больше показателей прошлого. В целом в 2019-2024 годах предполагается благоустройство более 100 общественных и около 750 дворовых территорий, включенных в муниципальные программы. Напомним, в рейтинге субъектов России по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в 2018 году Орловская область заняла 11 место, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2017. О том, что уже сделано и предстоит в перспективе, шла речь на аппаратном совещании. В детском парке на летней эстраде начались работы. Как вы считаете, возможно ли использовать данную площадку под фан-зону с условием устройства летнего шатера? С торцевой стороны, в принципе, возможно расположить некий летний шатер, объект, который может также использоваться в летний период времени. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт дворов и благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья, работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом и не только пойдет речь в четверг, 30 мая, в программе «Актуальное интервью». В прямом эфире на вопросы жителей региона ответит член правительства Орловской области, руководитель департамента строительства топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Начало программы в 20 часов. Свой вопрос во время прямого эфира вы можете задавать, позвонив по телефону 76 10 28. Программа также будет транслироваться на нашем сайте obladin.ru. В воскресенье орловчане выбирали кандидатов депутата Государственной Думы от Единой России путем народного голосования. Напомним, изначально о своем желании баллотироваться заявили 7 человек. Виктория Юркова знает, почему в последний момент снял свою кандидатуру Михаил Вдовин. 26 мая орловчан ждали на избирательных участках, где они могли определиться с кандидатурой того человека, который представит интересы Орловщины в Государственной Думе от Единой России. Сделал свой выбор и секретарь регоотделения партии Леонид Музалевский. Идея очень проста. Для того, чтобы сами жители пришли и определили того или иного кандидата, который изъявил желание пойти в настоящее время у нас депутатам Государственной Думы и отдали свои голоса. Понятно, что мы могли бы собрать президиум, собрать полицовет. И на полицейске решили Иванов, Сидоров и Петров. Мы сегодня уже какой год, а тем более это норма устава партии Единая Россия, проводим народное голосование. Напомним, в качестве партийных кандидатов изначально заявились шестеро орловчан и один житель северной столицы. Впоследствии Михаил Вдовин снял свою кандидатуру. Михаил Васильевич решил сконцентрировать свою работу на своем избирательном округе. И впереди у нас, вы знаете, что 2021 год. И на мой взгляд, именно в 2021 году уже можно сконцентрировать свою работу в том числе и кандидатам депутата Госдумы. А вот для Ольги Пилипенко решение пойти на выборы в Государственную Думу важная ступень в жизни, призналась после праймериза ректор ОГУ имени Тургенева. Любой депутат Государственной Думы должен заботиться о том месте, от кого его избирают. Избиратели, которые доверили ему решение, в том числе и судьбы, и своей, и своего региона. Все кандидаты от партии «Единая Россия» до 26 мая участвовали в дебатах и провели выездные встречи с жителями Орловской области. В итоге, наибольшее число голосов орловчан получила Ольга Пилипенко. В нашем регионе и в других явка от 8 до 10 до 12 процентов. У нас она была около 10 процентов голосов. И я хочу сказать, это хорошая явка. Порядка около 63 тысяч жителей пришли и проголосовали. Выборы в Государственную Думу состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. До этого времени своих кандидатов, идущих на выборы, объявят другие партии. Виктория Юркова, Артем Ревудский, телеканал Первый областной. Рекламные конструкции, незаконно установленные в Советском районе, пошли под снос. На прошлой неделе их убирали на улице Октябрьской. Стоимость сноса одного счета составляет 6 тысяч рублей. Время ложится на городской бюджет. Впоследствии затраты на возмещение по суду взыщут с правообладателя рекламной конструкции. С начала года уже демонтировано 36 рекламных конструкций, но именно в таком формате, то есть с привлечением огромного количества техники, как вы видите, и правоохранительных органов, это впервые. Всего в этом году городским управлением муниципального имущества и землепользования промониторено и выявлено свыше 200 незаконно установленных счетов. Некоторые после предписания мэрии собственники убрали добровольно. На этой неделе аналогичный снос проведут и в заводском районе. Далее реклама. Оставайтесь с нами. На карте Орла появился новый адрес улица Северная 9. Свои двери для клиентов Аграрев распахнул дилерский центр сельскохозяйственной техники группы компаний Клаас, который расположился на бывшей базе Агроснаба. Торжественное открытие его состоялось 24 мая. Уже сегодня можно сказать, с открытием дилерского центра в Орле местные фермеры получат большую поддержку. Ведь покупая технику здесь, они приобретают еще и сервисное обслуживание. Сельхозтехника данной группы компаний довольно широко зарекомендовала себя на российском рынке, который считают стратегически важным. Мы сегодня собрались здесь действительно по знаменательному для нас, надеюсь и для вас тоже событию. Это открытие дилерского центра в нашей компании, сервисного центра, центра по поставке запасных частей, по полному комплексу услуг. Центр суперсовременный. Самое главное, что он находится не за территорией Орла, а на территории Орла. Дилерский центр, станция технического обслуживания, центр по поставке запасных частей. Каждый второй комбайнер и каждый пятый тракторист работает с техникой компании «Класс». Какие преимущества есть у немецкой техники, рассказали приехавшим на открытие дилерского центра. Специально для них организовали экскурсию по площадке. По словам Дирка Зейлига, аграрный регион взяли в партнеры не случайно. Сюда привезли все самое новое в области техники. По крайней мере, так говорят немцы. Смотреть вот именно на значение Орловской области, что касается производства и развития сектора сельского хозяйства, конечно, понятно, что это один из лидирующих регионов, которым мы, конечно, уделяем особенное внимание. Вот здесь предлагаются, конечно, наши самые новенькие, самые новые линейки техники. Одно рабочее место в сельском хозяйстве обеспечивает несколько высокотехнологичных рабочих мест в смежных отраслях. И это вот тому пример. Сегодня почти 80, чуть более 80 человек работает молодых, образованных, грамотных специалистов, которые получают достойную зарплату и налоги платятся здесь в городе Орле. Это продажа техники, это сервис, это ремонт. Причем у них созданы несколько десятков автомобилей, которые выезжают на место прямо в поле. И в поле готовы ремонтировать своим инженерным и другим персоналам нашу технику, чтобы она не проставила, а работала особенно в период уборки урожая. Компания Клааса – одна из немногих, которая участвует в госпрограмме 1432. Технику из импортных комплектующих с российской сборкой выбирают в том числе и Орловские аграрии. День открытия дилерского центра назвали настоящим праздником для фермеров, а потому помимо экскурсии будущие покупатели получили в том числе и эстетическое удовольствие. Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Почти стопроцентная готовность. Всего неделя остается до полного перехода на цифровое телевидение. 25 мая «Орел» присоединился ко всероссийской акции «Запуск цифровых воздушных змеев». Как это было, смотрите в нашем следующем материале. Сегодня мы с вами вместе здесь, в центре нашего любимого города, проводим акцию, которая проходит по многим регионам Российской Федерации, символизирующую переход на цифровое телевидение. 22 воздушных змея воспарили над площадью Ленина. 20 из них символизируют телеканалы, которые доступны зрителям в мультиплексах цифрового вещания. Остальные два – это «Змеи с цифровой бабочкой» и названием региона. В декабре прошлого года мы завершили строительство цифровой сети. Мы построили 30 объектов, 23 из них с нуля. В декабре месяце 20 телевизионных каналов стали доступны на территории всей Орловской области. Сейчас мы ведем работы по обслуживанию этой сети, по повышению качества и надежности телевизионного сигнала. К переходу на цифру готовились несколько лет. Сейчас выход на финишную прямую. Помогали в настройке цифрового оборудования волонтеры. Теперь даже в самых отдаленных районах области ловит цифровой сигнал. Полностью контролируем подымовые обходы всех наших волонтеров, в том числе подымовые обходы с целью узнать, пришли уже люди на цифровое эфирное телевидение или нет. Такие подымовые обходы на данный момент дают нам статистику, что 96% населения уже перешло на цифровое эфирное телевидение. Либо в виде эфирного, которое у нас действительно от телецентра распространяется, либо спутниковое телевидение, либо кабельное телевидение. Все оно относится к цифровому уже. Если вы еще не перешли на цифру, самое время купить приставку. Продаются они в специализированных магазинах и на почте России. Если ваш телевизор был выпущен после 2012 года, то принимать цифровой сигнал он будет автоматически. Все интересующие вопросы можно задать, позвонив на региональную горячую линию. Номер вы видите на своих экранах. Юлия Савельникова, Артем Горохов, телеканал Первый областной. Напомним, что актуальные новости нашего региона вы всегда можете услышать, включив экспресс-радио «Орел» на 100 и 4 в FM-диапазоне. Выпуски экспресс-новостей выходят по будням, каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. До летнего отдыха осталось чуть меньше недели. В этом году на оздоровление юных орловчан будет потрачено более 200 миллионов рублей. С понедельника началась приемка загородных лагерей. Виктория Юркова об их готовности. Меньше недели осталось до массового шума, радости и веселья. В загородных лагерях наводят последние штрихи, приводят в порядок территорию. Свой 55-й сезон в этом году откроет санаторий Орловчанка. Строил «Орел строй». В 1964 году был введен в эксплуатацию первый корпус. И этот первый корпус был медицинский, затем административный. Вот эти вот домики. Далее уже пристраивался позже и столовая в данном виде, в котором она есть, и пристраивался спальный корпус, коттедж. Это уже более поздний период, где-то 70-х годов. И история корнями-то уходит в то, что это всегда был санаторий-профилакторий. Всего 12 лагерей распахнут свои двери для детей, проживающих в Орловской области. И только два из них санаторного типа, рассказывает исполняющая обязанности руководителя департамента образования Татьяна Крымова. Всего в период летней оздоровительной кампании в загородных лагерях смогут отдохнуть почти 30 тысяч орловских школьников. И это составляет 97%. В этом году на отдых детей потратят на 12% больше средств, запланированных в году предыдущем. Наши школьники будут иметь возможность отдохнуть не только в летних оздоровительных лагерях Орловской области. Традиционно мы отправляем лучших обучающихся в такие лагеря, как «Артекс», «Мена», «Орленок». 485 наших ребят, которые проявили свои таланты в спорте, в художественном творчестве, получили уже путевки и планируют отдых на побережье Черноморского моря. Не примет детей летом 2019-го только закрытый ливенский лагерь «Алые паруса». Причина тому устаревшая база. Но, несмотря на это, будут организованы спортивные, туристические, языковые и математические смены в лагерях, расположенных на территории Орловской области. Виктория Юркова, Артем Горохов, телеканал «Первый областной». Партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Партнер программы «Главные новости» – компания «Инмэшстрой». Клуб дзюдо «Знамя» провел турнир, организованный собственными силами, специально запася призы и позвав нашу съемочную группу. И все ради популяризации этого вида спорта в Орле. Сергей Быковский расскажет. Поединки на татами во дворце спорта «Юность России» были быстры и проистекали по самым замысловатым траекториям, которые только подразумеваются броском через бедро или через спину, подхватами и подсечками. Чтобы наш сюжет не выделялся от происходящего в кадре своим ритмом и темпом, мы будем так же быстры и емки в этом изложении, как и в «Схватке». Итак, это дворец спорта «Юность России». И здесь прошел уже третий турнир по дзюдо на призы клуба дзюдо «Знамя», который базируется в «Знаменке». В нем приняло участие 150 бойцов, представляющих различные клубы и спортшколы, в том числе прибывшие из Мценска и Ливен, а также представляющие Федерацию грэплинга. Это не самый крупный турнир, это вот мы сделали просто турнир своего клуба. Есть еще турниры, вот мы в ноябре проводили международный турнир, в котором участвовало 350 спортсменов из 25 городов России и еще сборная команды Белоруссии была у нас. Что касается этого турнира, то мы боремся в 28 весовых категориях и девочки, и мальчики. От 2004 года и самый молодой участник, у нас самый маленький, это 2013 года, ему всего 5,5 лет. Как заметил зритель интервью, несколько мешали голоса из динамиков. Как оказывается, громче сенсеев, выступающих здесь за ведущих и распорядителей, кричали в зале только болельщики, но не сами спортсмены. В отличие от того же каратэ с его кия или рукопашного боя с криком «На!», в дзюдо бойцы не кричат, чтобы запугать соперника или чтобы произвести прием на красивом выдохе. Здесь дети, дети очень сосредоточены на борьбе, поэтому они больше улыбаются в процессе борьбы, особенно маленькие, потому что для них это еще игра, особенно для самых маленьких. Дзюдо – это дословно мягкий путь, это единоборство, игра и философия, о чем зритель может почитать отдельно в Википедии или узнать, перейдя в тот же клуб «Знамя». И вся эта борьба, игра и философия еще и поощряется призами. Ими для ребят стали медали, грамоты и сертификаты на приобретение формы со своей фамилией на спине. Такая нашивка с самой формой стоит немало, и нас поймут родители из числа бюджетников. Мало того, здесь были даже утешительные призы для самых маленьких шоколад, для тех, кто постарше, например, часы за лучшую технику или за волю к победе. Тем сложнее для нас упомнить в этом сюжете всех победителей, ведь соревновательных категорий было немало, плюс призы поощрительные, мотивирующие добывать места на пьедестале в дальнейшем. И обращаемся сейчас к тренерам и родителям, которые в этом сюжете хотели увидеть своих геройски победных воспитанников и отпрысков, но так и не смогли этого по вине оператора, убежавшего на другую съемку и не дождавшегося подведения итогов. Не кричите на нас из-за этого. Взюдо это не принято. Сергей Быковский, Алексей Нескин, Телеканал, Первый областной. В свободном пространстве прошли открытые репетиции спектакля «Пижама на шестерых». Искрометная комедия поставлена по произведению Марка Камалетти и представляет собой классическую комедию положений, которые никого не оставят без улыбки. Режиссер постановки, артист театра Максим Громов. Тему продолжит Наталья Чунина. Типичная комедия положений имеет нетипичную историю для спектакля. Репетировать над новым материалом труппы свободного пространства начала около года назад. Мы его сделали год назад, по ночам, как говорится, на самостоятельных основах. Это была почти моя дипломная работа. И грант от СТД тоже мне выделили на это все. Потом этот проект заморозили на год целый. И вот начальство управления решило, что сейчас самое время. Режиссер этого спектакля – артист свободного пространства Максим Громов. Пока идут открытые репетиции, сидит в зале и внимательно наблюдает за процессом. Но это ненадолго. Совсем скоро присоединится к своим коллегам на сцене и будет исполнять одну из главных ролей. Пока мы сделали больший акцент на режиссера, то есть в эту работу, как со стороны актера, я войду, скорее всего, со следующего сезона. Потому что сейчас пока у нас открытые репетиции, премьера будет 23 июня. До 23 июня еще много чего будет корректироваться, уточняться. Ну, думаю, полноценный спектакль такой, что прям твердый и, как говорится, легкий и уверенный будет с премьеры десятой, наверное. К слову, решение остановиться на одной из самых успешных пьес Марка Камалетти было принято коллективно. Я давно не видел на сцене ситуационных комедий. Это, как оказалось, новый и сложный жанр. Ну, лично для меня он новый, и, как оказалось, в работе, в разборе это довольно сложно. Потому что это определенный темпоритм. Действие спектакля разворачивается в просторной квартире. Мечта о незабываемом свидании с любовницей Васу Свежины обворачивается многолюдной вечеринкой, превращающейся в настоящую путаницу, без улыбки, на которую смотреть невозможно. Как-то ошибаешься. Я нашла это у Бернара в кармане. И, соответственно, как я и предполагала, ты не покупал для своей племянницы накидку за 20 тысяч, а покупал Бернар. И что это значит? Это значит, что я не так больше в долгах, как думал. Это значит, что она на самом деле любовница Бернара, о чем лично ты знал сам поначалу. Ты покрывал этого негодяя весь вечер. Это значит, что вы специально планировали так, что он приведет к своей любовнице именно тогда, когда ты тоже будешь здесь. Что делать мужу, который узнает о любовнике жены, о любовнику жены, который случайно встречает любовницу своего друга? Кто еще окажется в центре событий? Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать 23 июня. Наталья Чуина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. В прошедшую пятницу в Орле отметили День славянской письменности и культуры. 24 мая в России и многих других странах вспоминают создателей азбуки братьев Кирилла и Мефодия. Этот праздник единственный, который является и государственным, и православным. Больше сотни горожан слушали праздничный концерт губернаторского камерного хора «Лик». Стала известна программа юбилейного международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». В 8 утра начнется божественная литургия в храме Святой Живоначальной Троицы, село Льгов. После можно будет посетить выставки декоративно-прикладного искусства, исторического костюма, старинных музыкальных инструментов, кукольное представление, игры, квесты, мастер-классы, аквагрим, запуск воздушных змеев, фотосессии. В 11 часов начнется шествие творческих коллективов Орловской области, регионов России и стран ближнего зарубежья. Затем всех пригласят на Большой Троицкий хоровод, театрализованное представление и концертную программу. Гостей ждут интерактивные программы на подворьях районов области. Народное гуляние на поляне традиции обрядов, мастер-класс по плетению троицких венков, представление традиционных народных костюмов Орловской области. Всех желающих угостят русской кашей. После полудня состоится презентация военно-патриотических клубов, выступления конно-спортивного клуба «Ледно», спортивные и силовые состязания для молодежи и конкурс косарей. В 15 часов стартует опен-эйр «Этнолето». В программе праздника – приключенческий квест «Девять дубов», конкурс русских красавиц, гадания на венках. Обрядовый костер на закате завершит праздничный марафон. Это были все новости на сегодня. Интересную информацию сообщайте нам по телефону редакции 761028 или присылайте на нашу почту mailsobakobladin.ru В студии был Олег Рудаков. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А нужно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Под 13,95% годовых. Звоните. 22 20 37. Успей купить двухкомнатные квартиры улучшенной планировки от 32 тысяч за квадратный метр. А в новом кирпичном доме по улице Ленинская, парковая зона, широкая парковка, детская площадка, остановка общественного транспорта и гипермаркет в шаговой доступности. Звоните. 8 900 487 48 08. Луковая муха лук повреждает. Морковная муха портит морковь. Карада вредителей уничтожает. Карада защиту для грядок готовь. Орловский краеведческий музей приглашает посетить интерактивную выставку «Живые тропические бабочки», которая продлится с 20 апреля до 16 июня. Колорадский жук. Обычные препараты не помогают. Набор жукобор уничтожит всех жуков. Даже самых устойчивых. Жукобор. Конец всем жукам. Компания «Ритуал-сервис» предлагает памятники из карельского гранита и уральского мрамора по ценам завода-производителя. Для пенсионеров предусмотрена гибкая система скидок. Подробности по телефону 44 45 46 и на сайте «Ритуал-дефис». Сервис 57.рф Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Неизвини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. Только не опоздай, а то аналог отключат. Успею, не волнуйся. Давай, все настрою. Я уже все сделала. Позвонила по телефону 8 800 220 2002 и мне помогли настроить. 3 июня по всей стране завершается отключение аналогового вещания. Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф. Что такое электронная регистратура? Это сервис для записи к врачу без очереди и не выходя из дома. Алгоритм записи прост. Зайти на сайт здраворел.ру, нажать на кнопку «Запись на прием к врачу», выбрать раздел «Запись на прием и просмотр расписания». Далее – населенный пункт, медучреждение, конкретного специалиста и удобное время приема. Для подтверждения записи необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Первичный прием граждан осуществляется по участковому принципу. На портале электронная регистратура также есть возможность введения дневника здоровья. Рост, вес, артериальное давление, температура, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови. Дневник будет доступен лечащему врачу. Запишитесь к врачу без очереди. Здраворел.ру Здравствуйте. Время прогноза погоды на первом областном. С вами Надежда Нагорнова. Генеральный партнер ТЦ «Атолл». «Атолл Фрэшвектор» – особое направление работы торгового центра «Атолл» по формированию широкого ассортиментра товаров для качественного образа жизни. В Амцентске днем 25 градусов тепла, малооблачно и без осадков, ночью плюс 13. В Ливнах также малооблачно, без дождей. Температура днем плюс 25, а ночью плюс 13. В Болхове днем воздух прогреется до отметки плюс 25. Ожидается переменная облачность без осадков, ночью плюс 13 градусов. В Орле во вторник будет переменная облачность без осадков, днем плюс 25, ночью 14 тепла. Ветер юго-западного направления до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Вы слушали прогноз на вторник, 28 мая. Партнеры выпуска. Государственная аптечная сеть «Брянск Фармация». Скидки до 10% всем покупателям в связи с открытием новых аптек на улице Лесково-3 и торговый центр Европы на улице Московской, 67. Желаем вам здоровья и долголетия. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 13,95% годовых. Все сбережения застрахованы. Одеть всю семью сразу можно в магазине «Планета одежда-обувь». Ваш любимый семейный магазин. ТМК «Гринк» Рамское шоссе 23. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе. Компания «Новый дом». Дома и СИП-панели. Полный спектр услуг, опроектирование, достроительство под ключ. Орловский филиал Московского финансово-промышленного университета проводит набор абитуриентов. Учиться в его стенах достойно, доступно и выгодно. Всем хорошего настроения. Оставайтесь на Первом областном. Для тех, кто сегодня, думая о будущем, бескомпромиссно выбирает только качественные и полезные продукты питания, АТОЛ «Направление Фрэш». Для тех, кто сегодня, выбирая здоровый образ жизни, осознанно покупает безопасные товары из натуральных ингредиентов, АТОЛ «Направление Фрэш». Качественные товары, качественные продукты каждый день, в каждую семью. АТОЛ «Направление Фрэш». Государственная аптечная сеть «Брянск Фармация» открывает новые аптеки на Лесково-3 и торговом центре Европа на Московской 67 и дарит скидку до 10% всем покупателям. «Брянск Фармация». Гарантия качества. Доступные цены. Широкий ассортимент. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А нужно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Под 13,95% годовых. Звоните. 22-20-37. Быть стильным теперь в моде. Магазин «Планета одежда-обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. «Планета одежда-обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, Цокольный этаж. «Гипермаркет-линия» на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. «Планета одежда-обувь» – модно, не значит дорого. Дома и СИП-панели от компании «Новый дом». По акции от 790 тысяч рублей. Предлагаем полный спектр услуг от проектирования до строительства под ключ. Дома и СИП-панели – это энергосбережение, комфортный микроклимат, минимальные сроки строительства. Компания «Новый дом». Телефон в Орле – 7802-72. 7802-72. Орловский филиал Московского финансово-промышленного университета проводит набор абитуриентов на программы высшего и среднего профессионального образования. Телефон 44-32-34. 44-32-34. Компания «Новый дом».